Такой увидели эту неделю наши корреспонденты. А о том, что обсуждали пользователи соцсетей и блогосфера, расскажет Анна Корольчук в рубрике ТОПОНЛАЙН. А на что ты готов из-за любви к кумиру? Испанская болельщица, например, сделала себе татуировку с портретом белорусской гимнастки Екатерины Галкиной. На это обратило внимание издание Трибуна.ком. Сюзанна из Мадрида опубликовала фото новой татуировки на своей странице в Инстаграм. Девушка оказалась поклонницей таланта белорусской спортсменки, многократного призера чемпионатов Европы и мира. Сама Екатерина Галкина была удивлена и тронута таким поступком, о чем тоже написала в Инстаграм. По Могилевской области ездит конемобиль. Впереди лошадь Зорко, сзади кузов от автомобиля, который подарил сосед. Изобрел необычное средство передвижения холостяк Алексей Усиков из Шкловского района. Мужчина работает животноводом, а в свободное время мастерит своими руками. Конемобиль он оборудовал фарами, дворниками и акустической системой, однако салон отапливается дровами. Сбежала из дома и нарушила ПДД. На улице Гомельская в нашем областном центре бегала свинья. Оказавшись на свободе, она начала переходить проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Пока хозяева пытались вернуть животное домой, водители проникли с ситуацией и не мешали ей курсировать по дороге, не обращая внимания на образовавшийся затор. Все живое радуется весне. Вот и страус Федя из Романовича решил исполнить торжественный танец. А его хозяин не удержался и похвастался талантливым питомцем в сети. Сергей Серый выложил видеозапись в YouTube. Птица, присев на землю, расправляет крылья и раскачивается в разные стороны, словно танцует цыганочку. «Молодец, Федя, давай, я тебя поглажу», — приговаривает хозяин одаренной птицы. На самом деле страус старается вовсе не для Сергея. Таким образом он привлекает самок с началом брачного периода. И напоследок топ-7 ярких снимков Гомеля и области в Instagram. На этой неделе люди охотно делились впечатлениями от концерта «Инрок стайл» эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского и выступления украинской группы «Бумбокс». Кто-то хвастается хоккейными трофеями, а другие обсуждают коллекции дизайнеров-финалистов «Мельницы моды». Как и положено, с наступления марта в сети появились фото первых подснежников и бумажных корабликов в весенних ручьях. Природа пробуждается, душа поет и хочется творить. Если вы тоже стали участником или свидетелем какой-нибудь интересной истории, делитесь ей с нами. Выкладывайте в сети свои фотографии либо видео и отмечайте их хэштегом «Топонлайн». Создадим вместе новой Топонлайн-недели.